Ой, девочки, приехало наше молочко домашнее, ароматное, бежалое с огорода, иначе слышу в сигнале человек. Сейчас я его поставлю в холодильник и буду ждать, пока с него сливочки соберутся сверху. Друзья, вот я неугомонная душа, всё-таки решила я провести эксперимент. Вот, взяла две крышечки, темновато вам, но это я намеренно сделала. Сейчас, если включу свет, как-то на отблеск идёт. Ну ладно, попробуем. Хочу попробовать, но вот не на месте у меня душа. Вот и состав тут в простоквашино, прям идеальное, отборное молоко. Ну я не знаю, где у нас столько коров и ферм, чтобы молоко было отборное. Вот сейчас я сюда каплю в простоквашино. А почему на крышке, девчонки, искала что-нибудь тёмненькое? Ну на панель как-то неудобно лить. Нашла вот две таких одинаковых крышки, абсолютно чистых и новых. Вот, девочки, смотрите, вот белоснежная. Я не знаю, как камера передаст, просто белоснежная. И теперь, вам даже на ложке видно, что это не такое яркое. Вот, видите, это естественный цвет. Ложка у меня неотмытая от чая и кофе. И вливаем сюда это. Не знаю, вам может быть незаметно, но я вижу невооружённым глазом. Вот это домашнее молоко. А вот это магазинное. Просто белоснежное какое-то, я не знаю, как мел. Может, врут, что какие-то добавки здесь есть, но я это замечаю. Конечно, будем покупать, куда мы денемся, но как-то не очень приятно. Ой, понимать, что нас держат за дураков. Как говорил великий Райкин, ещё те в те далёкие годы, которые считали застоем, дурят нашего брата. Вот, ребята, пороческие его слова дурят нашего брата. Вот так, друзья. А потом мы удивляемся, что у деток даже у грудничков аллергия и всё остальное. Не знаю, как будут жить следующие поколения. Химическая промышленность России работает, видимо, хорошо. Заменители все, вкусовые добавки. Мы-то вообще далеки от этого, а наши родители тоже. А дети всё считают, что так и надо. Так и должно быть. Это не только простоквашина. То подумайте, антиреклама. Нет, простоквашина, наоборот, ещё неплохое молочко. Ну, лучше всех мне нравится белгородское. А наше курское я вообще не могу, девчонки. Если это чересчур белое, то у нас курское вода водой, без обиды. Так что такие вот пироги у нас. Конечно, друзья, для нас, полуленивых хозяек, выгоднее. Просто квашина там или любое другое. Пей, кашу вари. Не то, что с этим заморачиваться. Надо сливки снять. Молочко вскипятить, чтобы не сбежало. Баночки пастеризовать или бутылки, как я, чтобы не прокисло в холодильнике. Больше заморочек. Но зато хоть что-то ещё осталось в нашей жизни. Домашнее, натуральное. Тем более, хозяина я знаю. Корова там чистая. Ничем не больная. Хоть это радует нас, потребителей. Всё, в баночке моё, в холодильнике. Я побежала, девочки, на огород. Возвращаюсь к своей работе, которую прервал. Молочник. Всё, до вечера. Пока всем, девчонки, старайтесь покупать домашнее молочко. Не травите детей. И сами пейте полезное. Удачи, пока-пока.